Этим мы и отличаемся от диктаторской, фашистской России. И, собственно говоря, мы за это ведь и воюем. Василий, ведь это война за эти ценности. Здравствуйте, уважаемые зрители канала Субиньюз. У нас снова сегодня в гостях известный журналист из Киева Олеся Басман. Приветствуем вас. Олеся, рада вас видеть. Василий Двоимович. Олеся, как вам события на юге? Поднялось ли у вас настроение? Вот это сначала, что происходило в Крыму, Новофедоровка там и так далее. А сейчас вот уже говорят о наступлении. Держите кулаки, да, ваши впечатления, пожалуйста. Это неминуемый, логичный, правильный процесс, который мы с вами говорили уже не раз, что обязательно будет идти. Потому что других вариантов нет. Знаете, вот есть русло, и река не может течь по-другому, потому что она не может повернуться вспять, она не может, не знаю, в космос улететь. То есть есть русло, по которому она течет. Так же и здесь. Украина победит, Россия проиграет. Россия уже проиграла, потому что справедливость восторжествует. И ход истории не может просто иметь других каких-то вариантов развития. Поэтому все то, что происходит сегодня на юге, это логичный, правильный процесс, который рано или поздно должен был начаться, он начался. Но комментировать его и рассказывать в подробностях, я думаю, что будут наши военачальники, наши ребята, которые непосредственно там сейчас занимаются освобождением наших украинских территорий, уже после нашей победы. Сегодня я, несмотря на то, что мы с вами представляем профессию журналистов, мы с вами работаем с информацией, и сегодня я говорю о том, что не нужно давать каких-то прогнозов, каких-то подробностей чрезмерных об этой теме. Здесь лучше помолчать и сказать, ребята, мы с вами, мы держим за вас кулаки, и все будет Украина. Да, соскучились по херсонским арбузикам, но не будем давать ближайших прогнозов. Давайте попробуем заглянуть в завтрашний день, как говорил Кличко. Вы сказали, Украина победит. Олеся, а как по-вашему будет в итоге выглядеть эта победа? Ну, давайте вспомним 45-й год. Это взятие Берлина, это водружение страны-победителя флага над Рейхстагом, и это, конечно же, общенародное ликование, салюты, шампанское и так далее. Я не спрашиваю, когда это будет, в каком месяце, в каком году, но как это все выглядит, наверное, мы можем с вами пофантазировать. Это, кстати, очень правильный психологический ход. Уже сегодня думать, и не просто думать, а планировать, как будет выглядеть наша победа, и что каждый из нас будет делать после победы, потому что работы у нас будет, ой-ой-ой, как много у всех. И я вам хочу сказать, что проекты, рабочие проекты практически в любой сфере жизнедеятельности в Украине будут взлетать, как просто ракеты в космос, потому что я уверена, что у нас есть все шансы стать страной-мечтой, показать свое экономическое чудо, не повторить даже чьи-то, а показать свое экономическое чудо, потому что не воспользоваться сегодняшней модой на Украину, на героизм наших ребят, на героизм наших защитников, на то, как сегодня воспринимается Украина, как она прославляется, как она поддерживается. Вот не воспользоваться этим государству просто невозможно, власти. То есть после победы Украину нужно будет отстраивать просто сумасшедшими темпами. Я уверена, что пойдут инвестиции. Я уверена, что огромное количество рабочих мест появится. Ну, это опять же, это логично. Вот так это будет, потому что так происходят устроенные мировые процессы. Я уверена, что вернутся украинцы не только те, кто сегодня вынужденно уехал, спасаясь от войны с детьми или с пожилыми родителями очень. А я уверена, что вернутся и те, кто всех годы независимости постепенно, потихоньку уезжал из Украины, а это были лучшие люди, в том числе лучшие, которые выезжали мозги, руки, профессионалы, которые уезжали искать лучшие жизни для себя, для своих детей, более качественного образования, больших возможностей, карьерного роста. Так вот, я уверена, что все эти люди, посмотрев на то, какой Украина будет, насколько это будет страна возможностей, и страна мечта, они все вернутся. Более того, будут ехать еще и люди из других стран, потому что нужны будут руки, головы, будет где работать, и зарплаты будут конкурентными. И, конечно, сейчас невозможно себе представить, что заплатив такую страшную цену за то, чтобы стать государственной мечтой, Украина может вернуться к какой-то тотальной коррупции, к несвободе, к несвободе не вернуться, а мы всегда были свободны, войти в несвободу, отказаться от каких-то демократических прав, от конкурентного избирательного процесса, всего того, что нас выгодно отличало, в первую очередь, от агрессора, от России. Да, и я вам хочу сказать, что на фоне других государств, даже европейских, мы тоже всегда выглядели очень достойно, потому что украинцы, всегда звучало гордо, украинцы никогда не мирились с несправедливостью, украинцы, если они чувствовали, что их обманывают, в том числе их власть обманывает, они выходили на улицы, и они выражали этот протест. То, что касается того, каким образом будет выглядеть наша победа, мы с вами можем мечтать, мы можем строить планы, мы можем прогнозировать, мы не знаем. Конечно, я, лично мое мнение, я уверена в том, что она будет выглядеть, вернувши все наши территории, включая Крым, включая весь оккупированный Донбасс, мы вернем свое, Россия отовсюду уберется, никаких других вариантов у нее не будет. Россия выплатит компенсации, огромные сумасшедшие компенсации, которые будут, вот сейчас я так подумала, которые будут самыми большими в истории, в истории человечества, за любые войны. Потому что, как мы сегодня видим, война России с Украиной является, уже понятно, самой задокоментированной войной в истории человечества. Также и репарации, которые выплатит Россия Украине после украинской победы, будут самыми большими. Плюс частный бизнес, плюс гражданские иски. Раньше это все мало практиковалось. Вот я думаю, что это так и будет, потому что, конечно, тот ущерб, который Россия уже нанесла Украине, он колоссальнейший. Слушайте, недавно появилась статья в одном из солидных западных изданий с приблизительной оценкой того, а сколько же просто, если брать в деньгах, оценивать, Россия уже завоевав, сколько там, 23, получается, захватила сейчас, 22% территории украинской, временно оккупировала. Вот сколько это в деньгах, если оценивать, в первую очередь, природные ресурсы, которые внутри, в недрах у нас лежат. У нас же, слушайте, вся таблица Менделеева и запасы ОГОГО, одни из самых больших в Европе, причем по разным, направлениям и по разным источникам. Так вот, речь идет о триллионах, десятках триллионов долларов. А сколько разрушенных предприятий, успешнейших, которые обеспечивали сырьем, обеспечивали продукцией, не только Украину, а и западные рынки, и мир, слушайте, а сельское хозяйство, а здания исторические и административные. Я уже не говорю о людях, потому что это то, что не исчисляется вообще ничем, это невозможно не оценить, невозможно это как-то, потому что жизнь не вернешь. Если дом ты можешь отстроить, то жизнь ты не вернешь. И то, что убили русские ракеты, убили русские солдаты, русские фашисты, тех, кого убили, их, конечно же, не вернешь. И здоровье не вернешь тем, кому покалечили. Но тем не менее, Россия обязана будет заплатить за все, за все, за все, до последней капли. И понятно, что в эту историю входит покаяние, потому что мы можем сравнивать сейчас с 45-м годом, как себя вела фашистская Германия после того, как она была повержена. В принципе, фашистская Россия, для нее эта модель более-менее применима, но только с тем, что масштаб уже будет другой, и освещение будет другой, и контроль будет другой. И мы с вами уже говорили как-то на этот счет. Я считаю, что в процессе поражения России, Россия не сохранится в нынешних ее границах. Если вы вспомнили 45-й год, там было 4 оккупационных зоны. И именно 3 оккупационных зоны, которые не попали под влияние коммунизма, стали человеческой страной ФРГ. И то не сразу. До 50-х годов многие немцы считали Гитлера великим человеком и оставались нацистами. Это долго лечится. И я думаю, что часть территории обязательно захочет тоже вернуться домой, которая сейчас находится в составе России. Потому что там внутри ой, как много проблем. Ой, как много тех, кто имеет большой зуб на российскую власть, которая в своей истории только хапала, завоевывала, крала и убивала. И я думаю, что в копилке с этим, когда речь станет о новом, каком-то коллективном договоре на закреплении каких-то правил новых, я думаю, что станет вопрос о ядерном разоружении. Вы видели, наверное, недавно заявление Гутерриша. Казалось бы, он, который мало на что влияет и кому помогает организация. Но, тем не менее, заявление очень симптоматичное, когда он сказал о том, что сегодня вообще нужно мир ядерно разоружать. Не вооружать, как до этого было, гонка вооружений, а избавиться всем от ядерного оружия. И я думаю, что по отношению к России, к фашистской России, этот вопрос встанет в первую очередь, ядерного разоружения. По поводу, что что-то где-то должно вернуться домой. Мы с вами знаем, что многие территории были отобраны коммунистами, империей у других государств. Прежде всего, приходят на ум, допустим, Сахалин, Курилы, приходят на ум Калининград и многое-многое другое. Карелия. Понятно, что вслух соседей не говорят о том, что они хотели бы вернуть свое, но, в принципе, как вы думаете, в головах западных руководителей вот этих стран, у которых забрали территорию, сидит ли у них вот эта заноза, планируют ли они такие вещи, когда это будет возможно? Ну, говорить о том, что в головах западных руководителей сидит заноза возвращения своих земель, это сравнивать их сегодня с империей, сравнивать их где-то с Путиным, у которого как раз эта заноза сидит на всю голову. У него других, по-моему, и мыслей нет, кроме как... Ну, японцы настроены серьезно в этом отношении. Кроме как возвращения империи. Поэтому я думаю, что они сейчас в первую очередь думают о том, как остановить диктатора, как убрать влияние и остановить распространение этой заразы русскомирской. Вот это их заботит. А то, о чем вы сказали, это уже приятный бонус по ходу, который логично, опять же, естественно, может возникнуть из всех тех процессов, которые будут происходить, когда диктатор будет повержен. И в этом смысле я думаю, что и люди помнят, то есть граждане этих стран, не только руководство, а граждане этих стран помнят, какие территории, когда чьими были. Более того, я думаю, что люди, которые сегодня живут в составе России на этих территориях, так называемых, спорных, они, если сравнивать жизнь за границей, вот буквально, они же все там в приграничных зонах живут, и та жизнь, которая у них есть, но она же не в их пользу, это сравнение. В основном они все ездят через границу, у кого есть хоть какая-то возможность, даже просто, чтобы покупать к себе продукты, чтобы какие-то услуги получать там, потому что забор, за которым начинается Россия, он закрывает всё то, что в России состоит из говна, палок, деревянных туалетов и беспросветного пьянства. Мы из этой удручающей картины, если вы позволите, вернёмся в картину Украины будущего. Вы сказали, что надеетесь на экономическое чудо, особенно после того, что показали украинцы в эти дни, в эти месяцы, и что они ещё, безусловно, покажут. Ну, на чём, по-вашему, будет основана это экономическое чудо. Чудо, наверное, нужны какие-то действия в плане поможен, налогообложения и так далее, прозрачности бизнеса, прозрачности инвестиций. Можем ли мы на это рассчитывать? Ну, сто процентов, вариантов других нет. Смотрите, почему мы говорим о том, что Украина будет развиваться и она будет расти экономически? Потому что нужно будет всё отстраивать заново. Вот везде, где что-то сейчас разрушено, нужно будет строить новое. Причём строить не хуже, чем было, не то, что разрушили часто ещё с советских времён, а строить по современным, классным, красивым, удобным, комфортабельным проектам, которые глаз будут радовать и, собственно говоря, стоять будут крепко. Любая стройка, любая экономическая активность — это обрастание вокруг инфраструктурой, это новые рабочие места, это импульс для любой экономики, это налоги, это строящаяся инфраструктура вокруг в виде детских садов, школ, магазинов, кафешек, каких-то мест для отдыха и так далее, и так далее. То есть это строительный экономический бум. И честно, я вам скажу, я не могу себе представить, что пережив такое, потеряв такое количество людей, как теряет Украина и на фронте, и мирного населения, которое уничтожает Россия своими бомбами, ракетами, что мы когда-нибудь вернемся к тому уровню коррупции, который у нас был до войны. И, кстати, до сих пор мы же видим, как то там, то там всплывают истории о мародерстве, о том, что воруют на гуманитарке, воруют на военных заказах. Все это есть. Я надеюсь, что это не имеет решающих масштабов, критичных масштабов. То есть это всплывает, но это делают отдельные уроды, которых, кстати, людьми-то не назовешь, потому что во время войны воровать на этом, ну, я не знаю, что должно быть в голове и каким человеком нужно быть. Думаю, что общество будет настолько к этому нетерпимо, потому что, смотрите, сегодня мы, украинцы, похожи на вот один большой сильный кулак, у которого есть цель, есть миссия уничтожить врага, который пришел нас убивать. Нам нужно бороться с путинской Россией, нам нужно ее победить. и сегодня устраивать разборки, которые, кстати, то там, то там где-то вспыхивают по каким-то абсолютно незначимым вопросам сегодня, сегодня. Это, конечно, абсолютно неправильно, это деструктивно, те, кто это делают, они это делают либо по глупости, либо по заданию, опять же, из России, потому что это России выгодно, чтобы мы сейчас внутри ссорились. Но хорошо, что эти случаи, они единичные, они не носят массовый характер, потому что реально Украина сегодня сплотилась, Украина сегодня едина, Украина сегодня, украинцы стоят друг за друга, потому что они понимают, что есть главный большой враг, которого нужно победить. А вот уже потом, ну правда, мы разберемся друг с другом, мы внутри разберемся, как нам правильно жить, как нам лучше себя вести, и как правильно контролировать нашу власть. Но это будет чуть позже, потому что сегодня есть одна большая задача для всех. Олеся, абсолютно с вами согласен по поводу того, что воровать на войне, на горе людей, это наверное одно из самых отвратительных явлений, которые могут быть в жизни. И именно поэтому мы сейчас собираем на беспилотнике, и мы каждый день отчитываемся по каждой гривне, по каждому доллару, который приходит каждый день, мы выкладываем баланс на одном счете, все абсолютно прозрачно, то же самое и с расходами, и очень печально видеть, когда люди просто пользуясь своей популярностью собирают деньги, непонятно куда их девая, непонятно сколько пришло, просто давая реквизиты, поэтому нужна, конечно, отчетность, нужна прозрачность, и нужно, чтобы и власть этому училась. Я надеюсь, я думаю, наверное, и вы надеетесь, вы выскажетесь, что война изменит в том числе и власть, тех, кто власти, и в том числе, наверное, фактором этого станет то, что придут десятки тысяч людей с фронта, которых обманывать уже будет просто страшно, наверное, и, наверное, что-то у власти и совестью понеменяется, хотя, конечно, тяжело в это верить, на фоне того, что Украина всегда славилась своей коррупцией, но очень, то есть, в каждом минусе, в каждом горе есть свои плюсы, будем надеяться, что власть изменится, есть ли у вас такая надежда именно о власти разговоров? Не нужно надеяться на то, что у власти проснется совесть, нужно власть просто контролировать, и тогда все будет нормально. Что-то не удавалось раньше это делать. Можно ли надеяться, нет, почему, я не соглашусь, в больших вопросах удавалось, и мы как раз с вами видим на примере двух Майданов, что это так, как только происходило что-то большое и несправедливое, у украинцев шерсть дыбом вставала, они выходили на Майдан, они не терпели, и спусковым механизмом может стать любая эмоциональная история, вот любая, но несправедливая. Поэтому я вам хочу сказать, что в этом смысле контроль общества, вот народный контроль, который сегодня, конечно же, подкреплён и база его стала та поддержка ребят с фронта, тех ребят, которые сегодня закрывают Украину своими телами, вы понимаете, они и будут, и есть самым лучшим камертоном, самым лучшим контролёром, который не позволит в стране зайти ни в коррупционные дебри, ни в диктаторские дебри, ни свободу слова ограничить. Ну, невозможно, понимаете, вот этим мы и отличаемся от диктаторской, фашистской России, и, собственно говоря, мы за это ведь и воюем, Василий, ведь это война за эти ценности, за то, что мы будем азиатщиной в худших проявлениях, или мы будем европейской, свободной, демократической страной с работающими институтами, с работающими законами, со справедливыми судами, со свободой слова. Вот за это сегодня погибают лучшие из украинцев, за это сегодня страдает целая страна. Поэтому, когда вы говорите о том, что власть вернется к коррупционной истории, что она будет что-то делать не так, невозможно. Если она захочет туда вернуться, то она не будет властью. Поэтому я очень сильно верю в этот контроль народный, общественный, потому что это не какая-то теоретическая история, а эта история, доказанная временем и примерами. То есть мы уже показали как страна, что мы не просто хотим жить хорошо, свободно, демократично, мы готовы за это бороться. Среди всего прочего, Олеся, я с вами согласен, конечно, что все распри разборки, как во власти, так и, наверное, даже частично в обществе, может быть, в большой ее части, нужно отложить на потом, на после победы. и с этой стороны, конечно же, интересно ваше мнение, вы вращаетесь в высоких кругах, вы, наверное, в курсе, что реально происходит, более-менее в курсе вот эти разговоры о том, что Зеленский заточил зуб на залужного, о том, что он ревнует к его популярности в армии, в народе, насколько под ними есть почва, откройте немножко за навесу тайны нам. Я думаю, что для нас с вами и для народа Украины и для тех ребят, которые сегодня на фронте находятся, это вообще не тема, которая должна нас отвлекать, потому что и Зеленский, и Залужный, и другие представители власти, и представители оппозиции, и представители общества свободного, и журналисты, и волонтёры, все они заинтересованы в том, чтобы сегодня победить врага. Поэтому разговаривать о каких-то личностных историях, которые могут быть, могут не быть, ну вы же понимаете, что если я даже что-то знаю, я сейчас не буду об этом говорить, это не, вот почему, потому что глобально это не имеет никакого значения в том, что сейчас происходит, вот выковывая не той победы, которая, которой Украина приближается каждый день. Я рассчитывал, извините, что вы чётко скажете, я точно знаю, ничего подобного не происходит. Вот на что я рассчитывал. Почему? Для этого мне нужно как минимум быть на тех встречах между Зеленским и Залужным, где они находятся вдвоём. Может, они вам рассказали. Если они вдвоём, если они вдвоём, то явно там нет свидетелей, понимаете, а если даже кто-то из них расскажет что-то, то зачем же мы будем это пересказывать? И он ещё может слукавить. Ну, мы надеемся, что нас никто не обманывает. А мы надеемся, что у нас снова через некоторое время на канале будет Олеся Басман и благодарим её за то, что она была у нас сегодня. Спасибо всем большое, друзья. Помогаем армии. Слава Украине. До свидания, Олеся. Героям слава спасибо, Василий. Доброго вечера, мы с Украины. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!